Протесты продолжатся и виноваты в этом сами российские власти. Юрист фонда борьбы с коррупцией, соратница Алексея Навального, считает, что именно Кремль спровоцировал субботние протестные акции, а ответственность за столкновение лежит на сотрудниках полиции и Росгвардии. Количество задержанных по всей России, подсчитали ОВД-инфо, приближается к 4000. А кроме административных дел, после митингов возбудили ряд уголовных. Любовь Соболь рассказала, какие дела и каким образом коснулись и сотрудников фонда борьбы с коррупцией, который ранее получил в России статус так называемого иностранного агента. В том числе, Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом. Это статья 236 Уголовный кодекс Российской Федерации. Именно по этому делу, якобы произошедшему нарушению санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом, были допрошены мои коллеги, это Кира Янович и Георгий Албуров. В настоящий момент они проходят по этому делу в качестве свидетелей. У них проводятся допросы, как у свидетелей. И в том числе у них, без присутствия их адвоката, были изъяты личные телефоны. Перед этой пресс-конференцией, по словам Любови Соболь, к ней домой вновь приходили полицейские. Но она дверь им не открыла. Журналистам юристов БК пообещала, что фонд, которому не удалось обжаловать присвоение статуса иностранного агента, будет оказывать помощь всем задержанным на протестных акциях. И поделилась деталями своего собственного задержания. В площади Москве меня также незаконно задержали. Это произошло буквально через две минуты после моего прибытия на акцию. И при том, что никакие противоправные действия я не совершала, не представляясь, не предъявляя каких-либо требований. Меня просто повлокли несколько мужчин в форме полиции в сторону автозакта. После этого я была незаконно осмотрена и обыскана. Причем мне не предоставили никаких документов, проставание чего мне обыскивают и заставляют, там, щипают, смотрят, болезненные вещи. Связь с Алексеем Навальным, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», по-прежнему затруднена. За первые несколько дней он, к примеру, не получил ни одного письма. И у соратники сегодня напомнили свою позицию. Они уверены, что арест Навального незаконен. Ранее в Федеральной службе исполнения наказания утверждали, что оппозиционный политик несколько раз не приходил отмечаться в инспекцию, хотя его приглашали. Любовь Соболь это опровергла. В настоящий момент не опубликовано и нет ни одного доказательства этим голословным утверждением, что Навальный нарушал условия своего условного осуждения до момента своего отравления, до 20 августа. Я многократно лично видела, как Навальный ходил в уголовную исполнительную инспекцию, он находится по месту жительства, буквально недалеко от нашего офиса. И Навальный часто даже пропускал какие-то ледучки, которые у нас проходили, потому что он в очередной раз приходил отмечаться в этой уголовной исполнительной инспекции. Прямо во время пресс-конференции в офис ФБК, где неоднократно проходили обыски, пришел дознаватель службы судебных приставов, чтобы вручить повестку директору фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. В повестку направляем по почте. Иван Жданов ее обязательно получит по почте. Основной судебный процесс по делу Алексея Навального должен пройти на следующей неделе, 2 февраля. Но уже на этой неделе Московский областной суд должен провести заседание. Этот суд рассмотрит апелляцию адвокатов оппозиционного политика, которые пытаются обжаловать его арест. Продолжение следует...